Второй год подряд в Кострому приезжают художники из Москвы с выставкой «Цех номер один». В этом коллективе они работают уже пять лет и представляют публике произведения, выполненные разными материалами. В середине зала располагается авторская керамика. Тема сказочных героев, любимая и популярна среди керамистов. Дуэт «Зайца и Шляпника» особенно полюбился публике. Мы все сами в стране чудес находимся, поэтому тема близкая и так немножечко сумасшедшая. Поэтому в маркер «Сумасшедший шляпник» это как раз то состояние, которое мы приблизительно находим. Не долился, она еще падает в «Зайчную нору», но возможно, что скоро упадет и приедет к вам. Особое почетное место занимают гобелены. Данный вид искусства требует нелегкого и кропотливого труда. В среднем за неделю я могу соткать квадратный метр. Все зависит еще от характера рисунка. Если он очень тонкий, значит дольше. Если он какой-то более свободный, более лаконичный, то это, конечно, быстрее. Батики, картины, представленные красочной росписью на тарелках, гармонично дополняют экспозицию выставки. Специально для Костромы мастерами были выполнены фонари в виде рыб. Так как для музея, находящегося в рыбных рядах, это символично. Все произведения выставки уникальны. Те, кто уже успел посетить выставку, в восторге. Выставка эта замечательна тем, что хоть она, но как-то знакомит нас с этим искусством керамики, с искусством габелена. Причем, как сказать, каждый год, вот уже второй раз она у нас весь развертнута. Она дает новые совершенно аспекты, представления. В этой выставке нам эти художники-керамисты показывают еще и свои другие возможности. Они очень много представили здесь таких пластических решений. Костромичи и гости города могут насладиться выставкой до 29 августа.